МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Решение вынесено. Карагандинский областной суд завершил апелляционное слушание по делу гражданки Белоруссии Анны Адам, топ-менеджера Арселор Миттл Тимиртау, которую Тимиртауский городской суд приговорил к 80 часам общественных работ. За хищение 52 миллионов тенге осуждена глава отдела ЖКХ в Карагандинской области. С начала этого года в регионе 11 руководителей госорганов привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Роботы-сумаисты боролись за право назваться сильнейшим. Более 400 школьников и студентов приняли участие в областном отборочном туре республиканского соревнования по робототехнике. Карагандинский областной суд озвучил результаты апелляционных слушаний в отношении гражданки Белоруссии Анны Адам, директора по персоналу Арселор Миттл Тимиртау. Напомним, что Тимиртауский городской суд приговорил ее к 80 часам общественных работ. За что осуждена топ-менеджер крупнейшего промышленного предприятия в нашем репортаже? Оставить без удовлетворения. Апелляционные жалобы осуждены Адам и адвоката Куриченко удовлетворить частично. Коллегия областного суда вынесла постановление. Гражданка Белоруссии Анна Адам признана виновной в совершении уголовного преступления. Однако наказание отменено в связи с истечением срока давности. Частный обвинитель Юрий Поломарь заявил, что удовлетворен решением суда. Естественно, я принимаю ее таким, как оно и есть. Считаю, что я правильно и справедливо. Бесконечная цель была не привлечение 80 часов или 100 часов. Конечная цель была установление справедливости. Установление истины. И теперь я думаю, что оно достигнуто. Тем не менее, у любого иностранца, который въезжает на территорию Адам, есть одна главная обязанность – соблюдать законы республики Казахстана. Напомним, что в феврале Темиртауский городской суд признал гражданку Белоруссии Адам виновной в незаконном увольнении и приговорил ее к 80 часам общественных работ. Бывшие работники компании заявляют, что Адам вообще не имеет права занимать такую высокую должность. В этом их поддержали в областной инспекции по труду. Для данной должности необходимо иметь стаж не менее 5 лет. При изучении документов, предоставленных работодателям, нами установлено, что гражданка республики Беларусь Анна Ад не имеет соответствующего опыта работы. Срок выполнения постановления о расторжении трудового договора с Адам истекает сегодня же, 11 мая. Но этот документ не вступил в силу, так как руководство компании обжалует его в суде. Будет ли Анна Адам продолжать работать в компании, это решится в ходе очередного судебного заседания. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В последние три года за коррупционные правонарушения по Карагандинской области были привлечены к ответственности 40 человек. Ущерб государству за их противоправные действия оценивается в 10 миллионов тенге. В региональной службе коммуникации состоялся брифинг на тему эффективности государственной службы. На встрече с журналистами представители Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области отметили, что интерес граждан к работе на государственной службе возрастает. Во-первых, это стабильность, во-вторых, это карьерный рост. Полагается, что в средстве внедрения новой шкалы оплаты труда возрастет и количество претендентов на государственную службу. Факторно-бальная система труда даст свои положительные результаты, но при этом теневая коррупционная сторона работы все же остается. В этом году Казахстан в рейтинге восприятия коррупции набрал 31 балл и занял 122 место, улучшив показатель на 2 балла и 9 позиций. Эти оценки являются наиболее высокими за все время нахождения в рейтинге транспаренции интернет-шно, что позволило выйти Казахстану из категории наиболее коррумпированных стран мира. От факторно-бальной системы оплаты труда госслужащих ожидают серьезных положительных результатов. Реализуется проект «Одолжел честный труд» во всех городах и районах области. Проводятся антикоррупционные марафоны по принципу эстафеты. Против действия коррупции активно принимает участие гражданское сообщество. Так агентствам налажены партнерские отношения с возрастским сообществом, средними техническими учебными заведениями, ассамблеи народов Казахстана, федерацией профсоюзов, религиозными конфессиями и, соответственно, с ними реализуется много совместных проектов. В преддверии празднования Дня государственного служащего ежегодно организуется конкурс лучшей государственной служащей. Победителей прошлого конкурса встретил глава государства и вручил им нагрудные знаки «Уздык мемлекеттих кизмечи», тем самым подчеркнув еще раз значимость борьбы с коррупционными проявлениями. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Шалкар Втенбеков, Первый Карагандинский. Школьники Карагандинской области разрабатывают экологические проекты по озеленению населенных пунктов, переработке отходов и многое другое. На базе станции «Юных натуралистов» состоялся региональный этап форума юных краеведов, экологов и исследователей природы. «Табигатта Айала» под таким названием обозначена главная идея – призыв к защите окружающей среды, бережному отношению к ресурсам. Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы «Рухани Жанру». Ученики средней школы номер 9 Абайского района представили на суд жюри проект по созданию настоящего леса в городских условиях. Школьники уверены, что такой мини-лес можно сделать на любом участке земли. «Он больше всего похож на лесной уголок, потому что каждый человек редко приезжает на природу, а этот парк можно заменить нам лес. Не просто такой парк с деревьями, а просто лес настоящий». Всего представлено 69 проектов. Почти весь учебный год участники конкурса корпели над своими научными работами. Исследовательские проекты рассказывают о совершенствовании системы рационального использования и управления отходами, природными ресурсами, знакоме с экологической работой по благоустройству и озеленению, а также деятельностью пришкольных учебно-опытных участков, школьных лесничеств и экологических патрулей. Организаторы отмечают, что в нынешнем году принимают участие и те команды, которым год назад не удалось стать победителями. «Есть участники прошлогодние, которые не победили, которым жюри делали хорошее наставление на следующий год. Я смотрю, у них даже работы полностью изменились. Мы даже некоторых не узнали работы, проекты, макеты. Просто бывают дети, что как реферативного характера работы пишут, да? Бывают дети с руководителями, именно с университетов пишут, и им к возрасту не подходит. И вот это все учитывается, получается, и каждый год жюри делают наставления детям». Изучаем родной край, зеленая экономика, здоровье и окружающая среда «Экомир» с праздником Астана. В указанных номинациях ученики презентовали свои работы по защите окружающей среды и ее влияния на здоровье человека, а также охране памятников природы и заповедных зон, по благоустройству территории и работе по охране редких растений и животных, занесенных в Красную книгу. Организаторы заявляют, что сегодня ребенку мало объяснить, чем может грозить невзначай сорванный цветок или брошенная пластиковая бутылка. Ему важно показать, что это деяние не просто губительно само по себе, но и наносит вред нормальному функционированию всей экосистемы, ее налаженным взаимосвязям. Андрей Танаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Воспитанники детских домов и специальных школ-интернатов стали зрителями благотворительного концерта «Жаркан-Булашак-Кабырге». Организатором выступил Дворец детей и юношества при поддержке партии «Нур-Отан» Казбекпийского района. Главной целью мероприятия стало желание подарить зрителям радость. Благотворительное мероприятие посетили более 300 человек. Среди них воспитанники детских домов и специальных школ-интернатов. Организаторы убеждены в том, что лучшим подарком для особенных детей является впечатление. По этой причине каждый год во Дворце детей и юношества проводятся различные концерты, на которых выступают лучшие хореографические ансамбли и вокальные эстрадные коллективы. 2018 год не стал исключением. Директор Дворца детей и юношества Шариза Алтенбекова отмечает, что главная цель проведения благотворительного концерта – это возможность подарить детям радость и положительные эмоции. Наша цель – это обратить внимание детей на искусство, творчество и умение самовыражаться. Сегодня наши творческие коллективы представят зрителям свои лучшие номера. Мы хотим показать детям с особыми потребностями и воспитанникам детских домов другую сторону жизни, полную радости и задора. Это не первое и не последнее благотворительное мероприятие, которое проходит в стенах нашего дворца. Я могу с уверенностью сказать, что дворец детей и юношества всегда находится в центре подобных мероприятий. Главными зрителями яркого концерта стали воспитанники детских домов Кулуншах, Таншолпан, Асим, Эмэд и специальных школ-интернатов. Все выступления творческих коллективов сопровождались громкими овациями довольных гостей. Приглашенные дети признали, что подобные мероприятия производят на них неизгладимое впечатление. Мне нравится ходить на такие концерты. Я всегда получаю массу положительных эмоций. Подобные мероприятия нравятся и моим друзьям. Мы с детским домом Кулуншах часто посещаем различные концерты. Я с удовольствием наблюдаю за выступлениями танцоров и певцов. Но стоит признаться, что мне больше нравится заниматься спортом. Уже год я хожу на борьбу. В ходе мероприятия на сцене Дворца детей и юношества выступили танцоры, вокалисты и дамбристы. Помимо концерта для гостей мероприятия была организована выставка работ воспитанников кружков из-за искусства и дизайна «Асулмыра» и «Этюд». Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел конкурс среди поэтов под названием «Жанай Гасар Жастара». Мероприятие приурочено к 20-летию Астаны и 65-летию Карагандинского государственного технического университета. За главный кубок боролись 23 участника. Подобный конкурс в Карагандинском колледже инновационных технологий прошел впервые. Организаторы надеются, что отныне мероприятие приобретет традиционный характер. В ходе конкурса 23 участника старались удивить судей выразительным чтением стихотворений собственного сочинения, посвященных столице, родине, а также написанных на свободные темы. Главная тема стихотворения участников – это любовь к отчизне, столице и своему народу. Проведение этого конкурса стало возможным благодаря ректору Карагандинского государственного технического университета и родителей студентов нашего колледжа. Мы уделяем большое внимание воспитанию патриотизма у молодого поколения, поэтому и проводим данный конкурс. Несмотря на то, что наш колледж был открыт всего два года назад, мы делаем все, чтобы разнообразить студенческую жизнь наших студентов. В стенах колледжа проводится множество мероприятий и конкурсов, которые способствуют всестороннему развитию молодого поколения. Финалисты городского конкурса «Детские таланты без границ» вернулись из Чехии, где принимали участие в международном фестивале «Очарование Богеми». Поездка была организована отделом образования при поддержке Акимата Караганды. Из городского бюджета было выделено 13 миллионов тенге. Всего шахтерскую столицу представляли 24 конкурсантов. 11 мая своих учеников встречала музыкальная школа номер 2. Ученики и преподаватели музыкальной школы номер 2 встречают своих победителей. 17 учащихся вернулись из Праги, где принимали участие в 13-м международном фестивале детского и юношеского творчества «Очарование Богемии». И все участники стали обладателями наград. Главным призом фестиваля награждены братья Коваль, Илья и Елисей. Члены жюри были очарованы их совместным исполнением произведения «Американская рапсодия». Про нас почти ничего не сказали. Сказали, Коваль оставим на потом. Я не понял, что это значит. И потом мы пришли на награждение. Там нам сначала вручили по первому месту за соло, а потом за ансамбль нам вручили сначала первое место. Я подумала, что все, значит гран-при мы не выиграем. Но потом в конце, когда сказали, что гран-при выиграл этот участник, что участник один, я подумала точно, что это не мы, потому что один участник, а мы двое, нас двое. Потом сказали, что этот участник – дуэт. Илья Коваль и Елисей, и мы так обрадовались. Стоит отметить, что карагандинские участники произвели настоящий фурор. Судьи в один голос говорили об отменной подготовке наших юных музыкантов. Особую благодарность члены жюри выразили педагогам музыкальной школы. И это при том, что в конкурсе подобного уровня ученики принимают участие в первый раз. Такого уровня, такого уровня, это, конечно же, первый конкурс, где вывозилось столько детей. Это однозначно первый уровень, первый раз. И, конечно, я говорю, поэтому большое внимание и жюри этому. Оно было удивлено, что мы привезли такую большую делегацию таких детей и хорошо подготовленных. Среди встречающих особое место занимают родители. Именно они принимали самое активное участие в подготовке к поездке и больше всех переживали за своих детей. Хотел бы еще раз повозить благодарность педагогам. А если честно, мы очень рады за то, что наши дети успешно выступили на этом конкурсе и непосредственно за то, что в столь малом возрасте они успешно смогли съездить за границу, посмотреть мир, показать себя и достойно защитить честь нашего города и наших музыкальных школ за границей. В музыкальной школе номер два уверены, что это далеко не последний музыкальный конкурс, на котором карагандинские юные музыканты продемонстрируют свой безграничный талант. Участники также отмечают, что поездка стала возможной благодаря карагандинскому городскому Акимату, который выделил на эти цели 13 миллионов тенге. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. К другим новостям. Более 400 школьников и студентов приняли участие в областном отборочном туре республиканского соревнования по робототехнике. В течение двух дней судьи будут определять самых способных участников, которым предстоит защищать честь карагандинской области на республиканской арене. Так выглядит робосумо, набирающая популярность направления робототехники. Роботы-сумоисты бывают разных видов. Легче всего работать с мини-роботами. Они не сложны в пайке, удобны в настройке и сборке. Являются самой популярной номинацией в сумо, где главная цель – вытолкнуть противника за пределы круглого полигона. Мини-сумо – лишь одна из лик областного турнира «Казработик» с 2018. Второй год подряд областной отборочный тур республиканского турнира проводится в стенах карагандинского колледжа актуального знания «Болошах». В прошлом году золото республиканского конкурса досталось карагандинцам. Организаторы убеждены, что и в этом году молодежь шахтерской столицы продемонстрирует лучший по республике результат. Они отмечают, что для развития робототехники созданы все условия. «Правительство у нас очень хорошо поддерживает робототехнику как в материальном, так и в образовательных планах. Во многих школах, сейчас почти во всех школах есть робототехника, то есть везде открываются лаборатории по робототехнике, кружки, дополнительные занятия. В некоторых заведениях даже робототехника – это обязательный предмет». Робототехника по праву считается одной из самых быстро развивающихся сфер в Казахстане. За последние годы увеличилось количество турниров и выставок роботов, благодаря чему удалось пробудить интерес подрастающего поколения к столь инновационной и перспективной сфере. Практически во всех школах и колледжах созданы кружки робототехники. Данный шаг уже дает плоды. Юные инженеры собирают роботов и активно принимают участие в турнирах самых разных масштабов. Ученик седьмого класса шестой школы города Сарань Валерий Жиганов является ярким тому доказательством. Юноша начал заниматься робототехникой лишь в октябре. Но уже показывает хороший результат. Самым привлекательным в робототехнике для Валерия является возможность творить. «Мне она интересна из-за того, что здесь развивается воображение, и как дают творчество. Я хочу в дальнейшем стать таким же, как свой учитель. И расти выше и выше». В этом году участие в соревновании приняли 204 команды. Отборочный тур будет проводиться в течение двух дней. Жюри определит сильнейших в двух возрастных категориях. Победители ждут медали, дипломы и участие в соревновании республиканского масштаба, которое состоится осенью в городе Петропавловск. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 2,5 тысяч карагандинцев приняли участие в традиционной 73-й легкоатлетической эстафете на призы областной газеты «Индустриальная Караганда». В этом году эстафета проводилась по маршруту на юго-востоке, район Степной-3, протяженностью 5700 метров. 186 команд собрались на площади у дома «Дружбы». 98 команд были мужские, 88 – женские. Общая численность – 2562 человека. Все они стали участниками традиционной легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Индустриальная Караганда». В первый раз эстафета прошла 73 года назад, в мае 1945 года. И сегодня забег проводится в 73-й раз. Приветствуя участников, Аким Караганды Нурлана Убакиров отметил, что эта эстафета уже долгие годы является особым событием в жизни города. 73 года продолжается традиция, заложенная спортивной общественностью нашего города в то историческое время. Тогда на улицах нашего родного города состоялся первый массовый забег. Это был символ нескончаемой радости, свободного духа и наступившей весны. Дорогие друзья, эти соревнования, где мы собрались сегодня, заняли особое место в спортивной жизни города. Их с нетерпением ждут студенты вузов, учащиеся школ и колледжи, трудовые коллективы и военнослужащие. Глава города также отметил, что большинство участников являются непрофессиональными спортсменами. Это представители разных профессий и разных возрастов. Большое спасибо всем карагандинцам за эту традицию, подобных которой нет в Канасстане. Желаю участникам эстафеты высоких спортивных достижений и пусть победит сильнейший. И вот дан старт. В нынешнем году организаторы решили провести эстафету в юго-восточном районе Караганды. Протяженность маршрута 5700 метров. Всего организовано 14 этапов. В этом году у нас участников более 2500 участников соревнований, также производственные коллективы. В этом году у нас 14 этапов. Задействовали юго-восточную часть города. Хотелось бы отмечить, что в этом году, как производственный коллектив, в этом году у нас присоединились и полицейские органы внутренних дел города. Ветераны, группы здоровья, спортсмены с ограниченными возможностями, любители бега приняли участие в забеге дружба. Самым возрастным участником эстафеты стал 81-летняя Таисия Зайцева. Во-первых, я очень люблю в соревнованиях участвовать. До того я себя готовлю, потому что одни и те же почти бегают. Ну, мои знакомые. И мы встречаемся, мы общаемся. Нет, это здорово. Это я всем желаю. Это простой вид спорта. Никаких снарядов не надо. Вот. И просто желание. Желание. Желание и получаешь большое удовольствие. Это просто радость. Вот честно. Чистая радость и счастье. Еще один возрастной участник – 62-летний Борис Кривенко. Бегом он занимается уже 20 лет. Изменения существенные. Стал бодрее намного. Стал по-другому себя чувствовать. И потом у меня проблемы с сердцем были. Сейчас уже гораздо легче. Переношу после этого. Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и дипломами. Учащиеся образовательных школ награждены медалями. Участники, показавшие три лучших результата среди юношей и девушек, награждены памятными призами. Мирам Гульсал Кимбаева, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболстер. Субтитры подогнал «Симон»!